здравствуйте вы попали на видео канал доктор скачко и в этом видео вы узнаете очень важную информацию а именно как правильно носить маску чтобы предупредить заболевание опасной коронавирусной инфекцией я бы сказал учитывая смертность особо опасной коронавирусной инфекцией и часть экспертов советуют носить маску примерно так как ношу ее я это защищает от коронавирусной инфекции часть экспертов советует несколько по иному носить маску именно примерно вот так и утверждают что степень защиты примерно одинаково но другие эксперты говорят что в принципе можно носить маску и вот таким вот образом и вы примерно так же как и в первом случае защищены от коронавирусной инфекции как вам разобраться помогу вам я врач фитотерапевт диетолог борис качко на основании знаний которые я получил еще на первом курсе мединститута напомню вам что коронавирусная инфекция инфекция который передается двумя основными путями это воздушно-капельный или воздушно-пылевой и фекально-оральный и коронавирусы очень любят поражать слизистую оболочку дыхательной системы и слизистую оболочку пищеварительной системы обращаю ваше внимание на слово слизистую почему их так назвали просто эти оболочки обычно покрыты слоем слизи несколько отличаются от кожи на которой слизь вы не увидите а здесь секреты потовых и сальных желез и отпечатки пальцев на стекле вы понимаете что жировая смазка все-таки вырабатывается вот слизистая оболочка дыхательной системы и пищеварительной системы она выглядит примерно вот так иными словами клеточки а сверху находится слой слизи который ее скажем так покрывает и помогает ей выполнять ее функции как же проникают на слизистую оболочку коронавирусы каким-то из двух путей фекально-оральным в пищеварительную систему и вызывается разумно язвенный некротический энтероколит либо на слизистую оболочку дыхательной системы и минимальные осложнения или проявления это насморк чихание кашель ну а осложнения более жесткие бронхит и пневмонии при которых уже есть определенная смертность и достаточно высокая далее что происходит с возбудителем а он попадает в клетки слизистой оболочки и перестраивает клетку на выработку тех же коронавирусов попадает в ядро и клетка начинает продуцировать эти коронавирусы когда они накапливаются в клетке в принципе периодически они оказываются вне клеток и куда они могут попасть они попадают слой слизи который обычно покрывает и какая ваша главная задача в профилактике коронавирусной инфекции в правильном лечении коронавирусной инфекции для того чтобы выздороветь без осложнений нужно правильно пить воду для того чтобы слизистая оболочка была достаточно влажной и слизь которая на ней находится выполняла свои функции что происходит дальше как происходит распространение возбудителя фекально-оральным путем понятно где нужно найти возбудителей почему нужно обязательно мыть руки когда вы вернулись в домашние условия либо перед едой ну а при поражении дыхательной системы распространение коронавирусов происходит простым путем или эмоциональный разговор либо кашель либо чихание иными словами ускоренное движение воздуха отрывает комочки слизи которых уже находятся возбудители коронавирусной инфекции и вот здесь вопрос носить маску или нет для защиты окружающей среды от распространения этой инфекции вопрос очень простой если бы коронавирусы проходили слизистую оболочку самостоятельно и могли перемещаться с воздухом чистом виде то ни одна маска не способна задержать эту инфекцию и предупредить заболевание ни одна поэтому те эксперты которые говорят что да не защищают маски ни от чего они ориентируются именно на этот показатель да если вы плохо сопровождаете коронавирусную инфекцию иными словами у вас слизистая сухая не увлажненная то есть вы не знаете как правильно пить воду а на моем канале таких видео десятки и на этом канале доктор скачко и на канале школа доктора скачко как правильно пить воду в разных ситуациях то конечно же вы рискуете самостоятельно осложнениями инфекции очень легко пройти глубже дыхательную систему вызвать смертельную пневмонию без дыхательного аппарата если же вы пьете воду правильно слизистая влажная и у вас профилактика осложнений а также профилактика распространения этой инфекции потому что в комочке слизи возбудители летят а слизь достаточно имеет крупные размеры и в этом случае не имеет значения у вас маска которую вы купили или маска которую вы сделали самостоятельно в любом случае вот этот марлевый барьер он задержит влажные комочки слизи на своей поверхности если это больной человек то на внутренней поверхности если человек на этапе профилактики тут снаружи во время вдоха вы вынудите прилипнуть эти комочки слизи к маске с наружной стороны главная задача в обоих случаях вовремя сменить маску с шагом 3-4 часа что будет если вы не будете носить маски а рядом есть вашей стране вашем населенном пункте есть больные коронавирусной инфекцией в этом случае у вас заболевание начинается не только с отдельно летающих вирусов этой опасной инфекции но и сотен и тысяч находящийся в слизи начало инфекции будет совершенно иным одно дело один возбудитель попал в клетку пока он тут поработает клетка выработает его потомков они выйдут заразят следующие клетки процесс ускоряется а другое дело когда в комочки слизи прилетели сотни и тысячи понимаете темп развития инфекции а при любой инфекции особенно при коронавирусной очень важно как вы проведете первые пять дней инфекции с чего начнется с одного или сотен или тысяч коронавирусных возбудителей этой инфекции важно дожить до пятых суток когда ваша иммунная система вырабатывает надежную защиту от этой инфекции более того важно знать как правильно питаться как правильно дышать чтобы сделать вероятность развития коронавирусной инфекции с сотен и тысяч возбудителей меньше в этом случае у вас шансов вылечиться больше вот зная простые особенности с первого курса мединститута строение слизистой оболочки дыхательной системы и пищеварительной системы вы можете легко и просто сделать для себя выбор свой выбор вам носить маску или не носить маску вот на этой позитивной ноте это видео заканчивается привычного подписчика моих канала словами крепком здоровье и разумного к нему отношения пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео думаю что вы получили достаточно информативно взвешенное мнение разных сторон и можете делать свой собственный выбор как вам правильно относиться к маске коронавирусной инфекцией ну и к своему здоровью к своему иммунитету до новых встреч на моих видео каналах доктор скачкой школа доктора скачкой это youtube а также школа доктора скачкой в instagram